В долгостроях нужно сидеть долго. Стройка данного проекта сейчас по факту приостановлена. Моя инвесторская чуйка подсказывает, что здесь инвеста нет. Вон дольщики-то, я не понимаю, куда они смотрели. Мне кажется, это отличное место для такого загородного ЖК. Все уныло, серо, проблемы со стройкой. Это выглядит реально как заброшенный долгострой. Сейчас здесь, конечно, полная разруха, много снега, ничего не убирают. Сам по себе проект мне нравится. Кстати, вот пару бедных строителей там есть. Вы спрашиваете, куда инвестировать в недвижимость в 2021 году? Потому что старты новых проектов от застройщиков сейчас выходят по космическим прайсам от 300 тысяч рублей за квадратный метр. И мы не понимаем, будет ли расти рынок или это уже максимальные цены, которые продаются для конечников. И поэтому нам, инвесторам, нужно искать другие варианты для инвестиций, другие проекты. Мы смотрим активно в уступку дома, которые сдаются в ближайшее время. Но они тоже не самые дешевые и хороших проектов осталось мало. И поэтому я решил рассмотреть другие альтернативные варианты для инвестиций. Такие как бывшие проекты, бывшие долгострою от Urban Group, которые сейчас достраивают Дом РФ, Фонд защиты прав дольщиков. И это проекты, которые находятся в Московской области. Значит, у них невысокий вход. Значит, у них есть потенциал роста. И мы видим, что рынок сфокусировался на Московскую область. Потому что сейчас в Московской области на 43 процента меньше стало новых проектов по сравнению, например, с 2019 годом. Денег становится не больше. И люди вынуждены уже выбирать недвижимость за Амкадом в области. И поэтому, я думаю, самое время рассмотреть проекты, которые начинаются от 3-4 миллионов рублей с хорошим потенциалом роста и которые достраивают надежные застройщики, достраивают государства. Я думаю, ну государство уж достроит. Но вопрос, в какие сроки, когда и по какой стоимости, мы ответим в этом выпуске. С вами Зубик Виктор, канал «Асправленка про недвижимость» и мы будем искать инвестиционные квартиры под аренду или просто для инвеста. Погнали! И первый у нас в нашем списке это ЖК «Видный город», который находится не так далеко от любимого Гранель. Это ЖК «Государев дом». И мы сюда приехали, потому что, на мой взгляд, это один из самых завершенных проектов «Урбана». Тот, в котором уже есть готовые дома. Дома, которые строят, достраивают. И при этом мы понимаем, что «Видное» — это, наверное, сейчас неплохой вариант для инвестиций в 2021 году. Потому что «Одинцовый» Красногорск перегреты по ценам. «Видное» имеет еще определенный потенциал. Возможно, здесь еще не так далеко построят станцию «Новобутовская», которая будет продолжением Бирюлевской ветки. И, возможно, здесь еще недалеко откроют МЦД-5, станцию метро Расторгуева. То есть это тоже ближайшие точки, ближайшие триггеры для роста здесь недвижимости. Но я приехал сюда для того, чтобы вообще визуально посмотреть, как выглядят дома, вообще есть ли готовые дома, живут ли тут люди. И немножко прочувствовать атмосферу. Потому что, когда приезжаешь на стройку, ты можешь понять вообще, достроят этот проект или нет. Я понимаю, что это чисто субъективная вообще вещь. Но ты все равно понимаешь, есть ли здесь жизнь, есть ли здесь движение. Потому что, в основном, все дольщики и все люди сейчас жалуются на то, что сроки постоянно переносят. Обещали в конце 2020 года сдать, сейчас по срокам это там 3-4 квартала 2021 года. И лично мне кажется, что это очень понятный инвест, который можно найти сейчас. Потому что денег реально становится не так много, хотя денежная масса увеличивается, инфляция увеличивается, но не на руках у населения, видимо. И все ищут небольшие простые инвестиции с суммой 4-5 миллионов рублей. Если смотреть в целом на рынок, то либо это что-то сдается там в 2023-2024 году в области, где-то там далеко, либо таких бюджетов нет. И когда я смотрю, например, на строящиеся объекты за 4-4,5 миллиона рублей, я понимаю, что, например, рынок за соседние гранелевские дома в государе в доме, это примерно 5 миллионов рублей. Но это панель, низкие там потолки, ну и, соответственно, мы знаем качество от Гранели. Если мы говорим, например, про текущую инфраструктуру, то я понимаю, что здесь, например, готовые квартиры сейчас уже по ДКП, вот, например, в этом районе, в этих домах, они продаются по 5 500, 5 900, то есть до 6 миллионов рублей. И вот, на мой взгляд, вот реально однушка, там 33-35 метров однушка не студия в монолитном доме, да, который достраивали, который, наверное, не самый идеальный по качеству, стоит где-то 6 миллионов рублей с отделкой. Поэтому интересно будет посмотреть дома, вот, которые сейчас строятся, достраивают и находятся в районе, там, 4 миллионов рублей, и понять вообще, когда, наверное, они их сдадут, потому что фонд защиты дольщиков, как и любое государство, все равно нарушает сроки, и мы, конечно, на это влиять не можем, но можем все равно понимать, что у них есть свои задачи, у них есть галочки KPI, которые им нужно решать и достраивать объекты. Поэтому давайте пойдем, посмотрим вообще текущую инфраструктуру, дворы и дома, которые будут сдавать в этом году. Я очень надеюсь, что их сдадут в этом году, потому что обещали сдать вообще до конца 2020 года. Я думаю, что основным минусом этого района, этих ЖК, будет проблема с управляющей компанией, потому что, ну, мы видим, что здесь ничего не чистят, куча льда, грязно, и я думаю, это никогда не будут решать, наверное, даже учитывая, потому что этими домами управляет государство, нужно понять вообще, какая управляющая компания лучше, там, от частного застройщика или от государства. Но я хотел поговорить про французские балконы, которые так хорошо продавал Urban Group и так хорошо любят наши люди. То есть мы видим, вот они, балкончики уже в готовых домах, кто-то даже себе поставил уже небольшие там столики, и, соответственно, стульчики, наверное, для того, чтобы вечером пить вино и наслаждаться прекрасным видом во двор. Но, наверное, с условием российских реалий, наверное, это очень сложно себе представить. И по факту эти балконы захламляют, добавляют, ставят какие-то там пакеты, шины, вот шины, еще корзины у людей хранятся, и внешний вид дома будет портиться. Поэтому я, на самом деле, считаю, что балконы, наверное, это излишки, это прошлое. Я, наверное, все-таки согласен с какой-то там пиковской концепцией. Либо должна быть лоджия, большая, стекленная, либо вообще не должно быть балкона, а все остальное должно храниться в кладовках. За моей спиной находятся дома, которые планируют сдать в конце этого года. Да, должны были сдать в конце 2020 года, и большую часть домов мы видим визуально готовы. Единственное, мы заметили, конечно, зеленые вставочки, конечно, это шедевр. Наверное, по-другому это никак не назвать. Но визуально, например, дом, который находится за моей спиной, он уже фактически готов, потому что есть проведены уже монолитные работы. Сейчас ведутся фасадные работы, подключения, сети. То есть я думаю реально, что его введут в эксплуатацию. Внимание, именно введут в эксплуатацию. Где-то в третьем, четвертом квартале 2021 года. Плюс, я думаю, еще какое-то время на передачу ключей, устранение недостатков, недочетов, которые точно будут. Потому что я смотрю, например, на дома и вижу, что там где-то уже потеки, там где-то трещины. Дома еще даже не сдали, дома еще только строят. Но действительно, когда долгострою достраивают, у них могут быть определенные проблемы. Я бы, если честно, если бы инвестировал, я бы сконцентрировался на дома, которые строят с нуля. То есть, условно, те дома, которые Урбан продал, он даже не начал их строить. И эти дома уже с нуля строил, например, фонд защиты дольщиков. Такие дома находятся вот слева от меня. Можем их как раз тоже посмотреть. Мы видим, что идут монолитные работы. То есть сами с нуля заливают монолит. И за строительство отвечает один подрядчик. То есть есть, условно, фонд защиты прав дольщиков. Он достраивает дома. И у него есть подрядчик, который строит эти дома. И я бы, наверное, даже смотрел в сторону этих домов, которые сдают попозже. Но у меня есть такое ощущение, что они будут лучше по качеству. И самое проблемное, это когда дом наполовину достроили. Дальше приходит новый подрядчик. Он делает заново всю документацию. И после этого его достраивает. И в этот момент, конечно, могут быть косяки. Даже это может быть связано просто с нарушением технологии строительства. Из того, что бетон заливали, наверное, в минусовую температуру. Не дозалили, оставили. Дом стоял 2-3 года на морозе. И потом его пытаются достраивать. Единственное, что если вы думаете покупать здесь квартиру, особенно под инвест, то здесь придется ждать и получать право собственности, чтобы ее продавать. Потому что именно наличие права собственности здесь является гарантом, что дом уже сдали, готов. И потенциальный покупатель, который покупает квартиру под себя, он уже может в нее переехать и жить. А не слушать очередные сказки застройщиков и руководителей компаний, которые достраивают эти проекты. Но самое плохое, конечно, то, что здесь нет ни детских садов, ни школ. И сейчас основная задача – это достраивать дома. То есть сейчас основная задача у фонда – достроить дома, заселить людей. И только потом уже думать про школу и детские сады. Поэтому, опять же, целевая аудитория, она сейчас не готова здесь покупать. И, наверное, сейчас это многих отталкивает от потенциальной покупки недвижимости. Для многих сейчас это такой стресс. И многие выходят отсюда. Многие продают здесь квартиры, потому что уже купили себе что-то другое. Либо понимают, что они не готовы жить в этой квартире. Продают ее сейчас по уступке, чуть ниже рынка. И покупают или купили себе уже в другой на самостройке. Или в другом районе во вторичке. Давайте тогда поговорим про цены. Но поговорим про цены уже на фоне других домов. Которые, на мой взгляд, интересны для покупки сейчас в феврале. Обожаю, когда появляется солнце. Потому что, действительно, его не хватает в наше время. Все уныло, серо. Проблемы со стройкой и морозно. А я надеюсь, в ближайшее время уже будем снимать летние и весенние выпуски. Поэтому самое время поставить лайк нашему видео. Поддержать, подписаться, оставить комментарии. А мы начнем говорить про цены и про инвестиции. Потому что это самый важный блок, который есть у нас на канале. Который для этого мы сюда приехали. Мы сейчас находимся с вами, знаете, на такой грани. То есть, это уже готовые дома. А с этой стороны дома, которые строятся. И там у нас виднеется Гранель-панель. Да, то есть, потому что это панельные дома. Государев дом от застройщика Гранель. Который находится прямо здесь по соседству. И меня этот проект заинтересовал. Видный город в начале этого года. Потому что мы видели, что здесь можно было купить студию. Там 27 метров. Немаленькую 20 метров. 27 метров с потолками 3 метра. За 3,300, 3,400. Сейчас цены растут. И если мы посмотрим в рынок, что сейчас продается. То мы видим, что самая низкая студия. 3,700, 29 метров. И это 2 окна. Но более интересный вариант. Я бы здесь не в студии смотрел. Я бы смотрел здесь в однушке, в двушке. Например, можно купить однокомнатную квартиру. 32 метра. Третий этаж. Из девяти здесь низкоэтажное строительство. 4 миллиона рублей. Есть вообще отличные, например, здесь распашонки. То есть можно, например, там отлично распашонку. Квартиру найти где-нибудь там за 3,300, 3,400. Ближе там к 38 квадратных метров. То есть мы видим, что здесь метр примерно 120 тысяч рублей за квадратный метр в монолитном доме. И я вам скажу, что рынок сейчас это 150. То есть в Гранеле сейчас в панельных домах аналогичные квартиры 33 метра продаются за 5 миллионов. Если мы посмотрим здесь, то мы видим, что уже с отделкой квартиры 5,500, 6 миллионов рублей за однокомнатную. И, на мой взгляд, это тот вариант, когда можно купить квартиру чуть ниже рынка. Когда мы понимаем рынок 5, мы покупаем квартиру за 4. Но при этом у нее есть потенциал роста за 5,5-6 миллионов рублей. И это не года, это не десятки лет. Это ближайшая перспектива. На мой взгляд, как раз вот эти дома, которые достраивают, их сдадут где-то в конце этого года. Единственный важный нюанс, что при покупке здесь недвижимости нужно приезжать сюда ножками, смотреть и понимать, где какая квартира, какие окна и в какой стадии находится потенциально ваша инвестиция, находится потенциально ваша квартира. Потому что сейчас здесь, конечно, полная разруха, много снега, ничего не убирают. И есть определенное ощущение хаоса. Но я думаю, в этом и есть заключается инвест. Потому что если бы здесь было бы все красиво, хорошая инфраструктура и готовые дома, то цены здесь были бы намного дороже. И мы бы сюда не приехали бы для того, чтобы рассуждать про инвестиции. Хотел бы еще сказать пару слов про качество. Потому что мы понимаем, что дома, которые достраивают, их строят наспех, очень быстро. Я думаю, экономят деньги. Деньги с госбюджета на материалы всегда экономят на строителях. Поэтому, конечно, здесь есть много косяков и недостатков. И это нужно учитывать. И, наверное, поэтому тоже такая цена этим обусловлена. А мы поедем дальше смотреть следующий проект. Это ЖК Лайкова, который находится в Одинцовском районе. С очень привлекательными ценами, но с не очень привлекательными перспективами строительства. Поехали! Что получает спонсор канала Smart? На самом деле, вы в первую очередь поддерживаете канал и помогаете делать независимые обзоры на новостройки и весь этот контент. Мы тогда независимы от застройщиков и предоставляем вам правдивую, четкую, всю нужную информацию. С другой стороны, вы сразу получаете доступ в чат, доступ к закрытым видео. Я делаю подборки, информацию, рассказываю лайфхаки, как мы делаем меблировку. И мы выкладываем закрытые видео, интервью с застройщиками. То, что нельзя выкладывать на канале в общем доступе. Дальше. Спонсоры, инвесторы в недвижимость, они получают закрытые подборки. То есть я делаю два раза в месяц подборки для инвестиций в недвижимость. Это лучшие объекты, какие лучшие застройщики. Это прям детальные подборки, где можно прям найти и сразу купить квартиру. То есть если вы сами инвестируете, это прям отличный вариант. Я постоянно мониторю рынок и нахожу лучшие варианты для инвестиций. Спонсоры второго уровня получают онлайн-консультацию 30 минут. Спонсоры третьего уровня получают часовую консультацию. Часто мы даже чуть больше общаемся. То есть вы получаете онлайн-консультации, просто вы можете выбрать второй, либо там третий уровень. Это такой welcome-бонус для спонсоров. А если вы хотите постоянную работу со мной, то есть если у вас есть вопросы ко мне, если вы хотите там раз-два раза в месяц постоянно созваниваться, и чтобы я знал вашу ситуацию, то у нас есть последний уровень, такой как наставничество. Он на самом деле тоже недорогой. То есть мы детально можем отбирать вас. То есть я не сразу разрешаю оформить этот уровень, но при этом мы можем с вами быть постоянно на связи. Я буду отвечать на ваши вопросы и помогать вам выстраивать инвестиционную стратегию. Поэтому становитесь спонсором канала «Смарант». Ваш вклад влияет на создание независимого контента на рынке недвижимости, которого, на мой взгляд, на текущий момент практически нет. Спасибо большое за поддержку. Ну что, мы приехали смотреть ЖК Лайкова. От Урбангрупп, либо уже не от Урбангрупп, сложно называть. По факту этот дом достраивает фонд защиты прав дольщиков, достраивает огромное количество подрядчиков, субподрядчиков. Есть здесь даже конкурсный управляющий, которые пытаются вообще разобраться, кто кому денег должен. И за счет этого стройка данного проекта сейчас, по факту, приостановлена. То есть мы приехали посмотреть данный ЖК, который находится в Одинцовском районе, в прекрасном живописном месте. Здесь хороший, чистый воздух. Рядом Одинцово, на самом деле, можно добраться и до МЦД. Рядом есть здесь недалеко проекты Одинград Семейный от Инграда, Одинбург от Афи Девелтмент. То есть место, на самом деле, замечательно. Если вы ищете себе в западном направлении, не нужна московская прописка, хотите хороший монолитный дом и постоянно добираетесь на авто или, как сейчас в тренде, работаете удаленно. Но данный проект строят с 2016 года. И когда его достроят, не знает никто. Ни дольщики, ни фонд защиты прав дольщиков, ни государство. Это безобразие? Да, да. Долго строят? Да, ну. А вы здесь живете, да? А местные жители против, да, я знаю как-то? А в плане против, что строят или что? Против, что строят. Ну, то есть они без разрешения как-то все строили, да? Да, нет. Раньше земля была сельскошим значением. А они как-то поменяли? Сделали, потом ее два раза продавали. Я думаю, больше проблема, что они просто то строят, то не строят. Ну, насколько я знаю, что этот урбангрупп... Ну, обанкротился, да. Сейчас государство достраивает, но опять они даже с нарушением сроков и не достроят никогда. Как будто бы. А строители вообще давно здесь были? Ну, были. Ну, и как-то временами, то есть, то есть. То есть, то есть, то нету, да? Я понял. То есть, короче, безобразие больше, что нет определенности мешает, да? Обидно за то, что на простой народ, да, плюют со всех сторон. И на дольщиков, и на жителей тут, да? Ну, дольщики-то... Я не понимаю, куда они смотрелись, зачем сплата. Просто рядом с селом строить еще на 28 тысяч, ну, это же смешно. Я думаю, со стоками и так далее здесь все проблемы. Да тут и сейчас проблема, а потом будет еще больше проблем. Особенно с дорогами. Ну, потому что здесь одна только дорога узкая, и там, и все. Ну, это, я думаю, это... Короче, это еще, я думаю, на года три точно. Да, долго. Да, да, спасибо. Сейчас здесь по факту никого нет, проезжает пару машин. Единственное, что здесь радует, здесь работает техника, которая убирает снег. На мое удивление, в Москве так активно не убирать снег, как в Одинцовском районе. Но это выглядит реально как заброшенный долгострой, который строят с 16-го года. У которого нет понятных сроков, когда его достроят, кто его достроит. И за счет этого здесь очень низкая цена. Поэтому давайте поговорим, стоит ли сейчас покупать здесь недвижимость по низкому прайсу в хорошем месте. Мне кажется, это очень хороший пример, когда действительно нужно приезжать ногами, посмотреть территорию и чувствовать стройку, которой здесь абсолютно нет. Стройка здесь даже не пахнет. То есть люди, конечно, говорят, что здесь строители появляются, но довольно редко. И очень сложно себе представить, что даже когда дома эти достроят, здесь появится какая-то инфраструктура. Школы, детские сады, какие-то дополнительные магазины, секции для развития и так далее. И даже если этот проект достроят примерно до конца 2022 года. То есть по текущим фасадам, я думаю, еще года полтора с такими темпами они будут строить. Вряд ли этот проект станет притягательным для большинства дольщиков и семей, которые хотят жить здесь. По факту, скорее всего, это будет такой проект на отшибе, который был и будет всегда долгостроен с старыми подходами. Потому что это нельзя называть новостройкой. Это больше проект 2015-16 года с другими запросами и потребностями жителей. Потому что сейчас даже портрет покупателей недвижимости, он поменялся. Люди хотят жить в новых домах с хорошей внутренней инфраструктурой. Возможно, даже с небольшими каоркингами и с хорошей транспортной доступностью. Сейчас, на текущий момент, конечно, здесь нету никаких точек роста. Потому что МЦД в Одинцово открыли. Но здесь нужно делать какую-то автобусную остановку, чтобы она соединялась в Одинцово, шла до МЦД и так далее. Я думаю, что это будут постоянные такие переезды от ЖК на маршрутке до МЦД. Дальше на МЦД вы едете до метро. На метро вы едете уже добирать себя на работу. То есть, скорее всего, здесь добираться общественным транспортом не получится. В инфраструктуру здесь вкладывать деньги никто не будет. Ну и плюс, я думаю, здесь есть определенная такая негативная энергетика, связанная с самим долгостроем. Ну и с соседями, которые не желают, чтобы здесь построился дом. Кстати, еще определенным минусом здесь может быть, это то, что именно эти проекты сейчас долгострою продает НДВ недвижимость. Как в уступке, так как я понимаю, еще и остались свободные квартиры, которые можно купить. И слава богу, что их не купили там в 2018 году обманутые дольщики. Ну, будущие обманутые дольщики. То есть, но у меня огромный уровень недоверия именно к НДВ недвижимости. Потому что по опыту они всегда продают какие-то проблемные проекты, которые недостраивают. Они даже продают как раз и сказочный лес. У них очень много сказочных проектов. И вот Лайкова тоже со сказочным названием попал в руки данного агентства. Мне кажется, стоит в определенных моментах задуматься даже над проектами, которые продает НДВ. И пересмотреть свою позицию по поводу вообще инвесторов в такие проекты. То есть, задумайтесь, там, ни какой другой застройщик, ни агентство не взялись здесь продавать квартиры. Потому что там видный город, например, очень много квартир в уступке продают этажи. Там, ВСН, Риэлти, как я понимаю, они продают. Но здесь в полях только НДВ. Там как раз вот на заднем фоне есть офис продаж. Даже есть как бы турникеты. Вот люди, вот, кстати, человек уже там по телефону звонит и спрашивает. Тут какие-то люди приехали и, соответственно, что-то снимают. Но, то есть, там есть офис продаж, в котором, возможно, тоже кто-то делает продажи. Но, я извиняюсь, но каким нужно быть странным человеком, чтобы приехать сюда в офис продаж, увидеть всю эту прекрасную картину. Воздух, конечно, здесь замечательный, и люди здесь хорошие. Но и после этого оставить свои деньги, покупать квартиру даже в ипотеку или рассрочку. Кстати, вот пару бедных строителей там есть. То есть, можно заметить, что я, наверное, был неправ. Да, но здесь все-таки есть там несколько строителей. Вот какие-то ребятки вышли. Но мне кажется, они создают больше, наверное, иллюзию стройки, чем само строительство. Несмотря на то, что здесь стройка практически, фактически остановилась, я все равно считаю, что стоит рассмотреть этот проект, но с определенной галочкой. То есть, я бы поставил его в свой виш-лист и смотрел бы, наблюдал за проектом, когда пойдет стройка, когда начнут достраивать дома, и когда уже дом, реф или фонд защиты прав дольщиков даст уже окончательные свои финальные сроки, ну и накинуть еще полгода, год. То есть, мне кажется, есть определенная цель в аудитории, которая готова жить в таком тихом, хорошем, замечательном месте. И людям не нужен, наверное, весь этот транспорт. Нужна небольшая стоимость жилья, хороший, качественный монолитный дом, ну и, конечно, современная инфраструктура. Если это все будет, если проект действительно завершится в том виде, в котором он планировался, то, конечно, здесь получится небольшой микрогород, такой микрогород в лесу. Единственное, конечно, что тренды на жилье, как я говорил, немножко поменялись, но при этом, я думаю, это будет хорошее доступное жилье. Поэтому наблюдаем за проектом, смотрим и не доверяем даже государству, которое достраивает дома в рамках сроков, если вы инвестируете в долгострою. Ну а мы едем в следующий объект смотреть и искать инвест. Мы приехали на третью локацию, это ЖК Лесобережный. Конечно, у меня вызывает улыбка, потому что начался снег, и данный проект продает супермаркет недвижимости, НДВ недвижимости. Мы про него как раз уже с вами немножко поговорили. И для меня это сразу тоже определенный знак, но при этом здесь кое-как стройка двигается. То есть мы понимаем, что работает какой-то один кран, вот есть свет в проектах в домах, то есть можно посмотреть, что какие-то уже внутренние работы идут. И данный проект называют вообще не просто ЖК Лесобережный, а экопарк ЖК Лесобережный, потому что он находится в хорошей экологической части западной Москвы, недалеко от Красногорска. И, наверное, здесь по карте можно посмотреть, что здесь есть возможная доступность до станции МЦД, а не Киевка. Но, на мой взгляд, вот под карте отсюда, если смотреть, то здесь получается 3 километра до МЦД, то есть никакой пешей доступности нету. По факту нужно идти через лес, нужно идти по непонятным пока дорогам, хотя, возможно, в проекте это планировалось. И, наверное, эти мои обусловлены небольшие цены на данный проект, который находится на отшибе запада в Московской области. За моей спиной находится один из домов, который в ближайшее время планируют сдать. По факту на Циане он еще выделен как дом, который уже вводится в эксплуатацию или ввелся в эксплуатацию. Но, конечно, до воды ему, мне кажется, немножко еще далековато, нужно как минимум окна поставить. Но свет горит в этом доме, и я хочу обратить здесь внимание не на архитектуру, не на красивые фасады, а на шестой этаж, потому что здесь низкоэтажное строительство. И, наверное, если стоит инвестировать сюда, то стоит смотреть именно в шестой этаж, потому что они высотой 3,7 метра, то есть там панорамные большие окна практически там в пол. И сейчас, например, именно в этом доме по уступке можно найти квартиру 32 метра. Это однокомнатная квартира, два окна за 3,5 миллиона рублей. То есть примерно это 100-110, там 110 тысяч за квадратный метр. Наверное, для такой локации в 2021 году это хороший прайс, который можно было даже рассмотреть. Единственное, конечно, что при покупке таких объектов нужно учитывать, что сроки строительства могут постоянно сдвигаться. И именно эти дома достраивают фонд защиты прав дольщиков. А дальше, как я понимаю, будут строить вообще заново дома, с нуля дома, которые даже еще не начали строить в момент тогда, когда обанкротился Urban Group. И я думаю, что тоже стоит рассматривать такие варианты. Скорее всего, даже дома, которые будут строить с нуля, их значительно быстрее построят. Но если бы я рассматривал сучки реинвеста, конечно, я бы заходил уже в готовые дома, которые в любом случае должны для галочки построить и достроить. Потому что, ну, иначе смысл создавать компании, госфонды, которые помогают обанкротившимся застройщикам и помогают дольщикам. Я не оговорился. Помогают обанкротившимся застройщикам. Если делать краткие выводы по этому проекту, то сам по себе проект мне нравится. Я понимаю, кто целевая аудитория. И я понимаю, что, конечно, цена сейчас значительно ниже рынка. Потому что для Красногорского района здесь действительно должно быть где-то 150 за метр в готовых домах. Но мы понимаем, что сроки очень жестко нарушают. Нет никакой инфраструктуры, и она вообще не появится. Школ, детских садов, поликлиник, либо вообще каких-то ближайших супермаркетов. Я думаю, ближайшие 2-3 года мы здесь не увидим. И основная ошибка может быть, если вы купите квартиру, которую будут сдавать намного позже, чем, например, эти дома, которые застраивают в первую очередь. Наверное, если бы я рассматривал этот вариант для себя, либо как инвест, то я бы смотрел бы готовые дома, которые планируют везти в этом году. Я думаю, что в реальности их ведут до конца года. Плюс, наверное, 6 месяцев берем на передачу ключей, плюс еще 6 месяцев на регистрацию и решение косяков. То есть можно заходить в проект, если вы готовы заходить на полтора года сюда, как инвест или для себя. То есть есть ли для себя, то конец 2022 года – это тот момент, когда вы можете заехать в свою квартиру и жить счастливо в небольшом таком эко-парке. Но с вами рядом будут всегда дольщики, обманутые дольщики, будет стройка, будет офис продаж, НДВ недвижимости, ну и, конечно, минимальное количество инфраструктуры. Если вас это устраивает как первое время – welcome. Если для вас это инвест и не первый, я повторюсь, это не первый инвест, не первая квартира, то же welcome заходите, наверное, наверное, достроят. У нас, к сожалению, в России нельзя быть ни в чем уверенным, даже если государство взяло под свое крыло. Слушайте, если откинуть все предрассудки, что это где-то далеко, и здесь, не знаю, там, долгострой, но на самом деле, я думаю, с точки зрения природы, высоты хорошего воздуха и западного направления Московской области, здесь недалеко Красногорск, это не Москва, не московская прописка, мне кажется, это отличное место для такого загородного ЖК, и, наверное, он действительно может называться там эко-парком небольшим, потому что невысокая застройка, и мне здесь очень нравится сама архитектура, и нравится квартира, которая находится на шестом этаже. Но решать, конечно же, вам, потому что в любом случае это рекомендация от меня. А мы поедем, рядом здесь посмотрим Апалиху, проект, который уже готов, и часть людей проживает, и он находится здесь совсем рядом, и сравним с ценами по Апалихе. Следующая наша точка это ЖК Апалиху, О3, который находится недалеко от Лесобережного, в котором мы только что были, и этот ЖК, это уже представление готового урбан-группа, готового ЖК, в котором живут люди, в котором уже кто-то сделал ремонт, и здесь можно посмотреть рыночную стоимость аналогичных проектов. То есть если вы сравниваете Лесобережный, то для того, чтобы понять, по чем будет примерно стоить ваша квартира в Лесобережном, нужно взять просто данный ЖК, посмотреть квартиру в уступке, посмотреть готовую квартиру с ремонтом и уже сравнивать. Но данный ЖК находится возле станции МЦД Апалиха. Здесь прям пешая доступность, и не то, что нужно ходить по дворам каким-то, или там через СНТ, через лес. Нет, вы здесь просто идете по внутренней территории ЖК, здесь закрытая территория, и идете в сторону МЦД. И как раз вот дома последние, которые достраивает фонд защиты правдольщиков, они находятся ближе к МЦД. На мой взгляд, очень хорошие варианты под аренду. И давайте посмотрим, что из себя представляет ЖК Апалиха О3, какие здесь цены, и есть ли здесь перспективы роста. Вы знаете, это, наверное, единственный проект, где прям довольно много людей. Это уже такие жилые районы, потому что даже смотрели, видно город, там еще только строители, там только начиная от заселения домов. А здесь уже сформировался полноценно небольшой ЖК. И если вы думаете инвестировать в урбановские проекты, то я думаю, что стоит сюда проехать и посмотреть, посмотреть, нравятся ли вам дома, архитектура, поразговаривать с жителями. Но основная проблема всех долгостроев, не только урбангруппы, не только этого конкретного ЖК, это то, что нет школы, нет инфраструктуры, потому что сначала фонд достраивает все дома, заселяет людей, и только потом начинает разбираться со школой, он достраивает школу, потом ее передает городу, и только город еще потом начинает нанимать там учителей, воспитателей, закупать всю технику. Например, за моей спиной сейчас находится детский сад, который непонятно, когда сдадут, я думаю, наверное, это еще несколько лет, наверное, реальный срок это 23-й год. По моему блогерскому опыту, по новостройкам и вообще как инвестора. И чуть дальше находится школа тоже, которая находится в аналогичной стадии, в непонятной стадии, потому что сейчас еще достраивают последние дома, которые находятся ближе к станции МЦД Апалиха. Их, наверное, сейчас можно купить чуть подешевле, но они примерно уже продаются по рыночной цене, как и готовые объекты в этих домах. Единственное, честно, от чего я здесь кайфую, это то, что непривычные фасады, непривычная архитектура, низкоэтажное строительство, и, конечно, такой проект куда лучше, чем пик-панель с пиковской отделкой. Дворы в урбан-проектах, я их так все-таки называю, нельзя называть самыми лучшими или интересными, или вообще у них нельзя увидеть плейхабов, которые сейчас находятся во всех новых новостройках. И я понимаю, что, не знаю, хороший плейхаб для ваших детей в новостройке является точкой притяжения родителей, и они будут покупать этот дом, эту новостройку, только потому что они понимают, что здесь закрытая территория, дети могут играть, развиваться, и не всегда проводить время там за компьютером и за планшетами. Здесь пока вся территория ЖК не закрытая, то есть мы как бы сюда спокойно там попали, нет каких-то пропусков, возможно, это поменяется. Плюс внутри двора тоже вход свободный, и я думаю, наверное, так и подразумевалось. Внутренняя территория, она такая, на хорошую, наверное, четверку, внутри двора тихо, приятно, есть, как я понимаю, площадка для того, чтобы выгуливать собак, видимо, но она закрыта. Но, допустим, я в любом случае там не вижу там баскетбольных площадок, я не вижу там теннисных площадок, то есть мы все-таки рассматриваем проект, который находится за МКАДом, чтобы здесь люди больше проводили время внутри двора, то есть, не знаю, меньше, наверное, выезжали в Москву. Потому что здесь цена невысокая, ну и при этом каждый раз там добираться в Красногорск, бляжешься ли в Москву, вы потратите тоже очень много времени. Вот. И я всегда считаю, что для того, чтобы выбрать правильно объект, выбрать там новостройку, нужно потратить немало времени. И многие люди вообще проводят там месяцами за Цианом, но при этом просто сидят на Циане и не открывают, не ездят на объекты, не смотрят их вживую. И на самом деле, на мой взгляд, тратят время впустую, а потом психуют и покупают квартиру, там, условно, на сайте Пика, онлайн, с онлайн-ипотекой, там еще выбрали мебель онлайн, онлайн-отделку, а потом покупают это за 20 миллионов рублей и с грустью и печалью смотрят на свой кошелек и на свою квартиру. Видите, потолочек. Берем так вот и демонтируем. Мы демонтировали все потолки абсолютно. И у нас поэтому в этой квартире все запенено. Все запенено здесь. Вверх, вниз. Поэтому, если вы решили сейчас правильно вложить деньги в недвижимость, соответственно, возможно, какие-то сбережения, или вы продали свою квартиру, или хотите проинвестировать деньги в строящийся объект, то я рекомендую, конечно, обратиться к нам, потому что мы профессионально мониторим базу, мы знаем все объекты, мы на многих точках уже побывали, общались с застройщиками, общались с дольщиками. И знаем, почему этот объект, например, может вырасти в цене, а этот объект, например, имеет потолок по цене. Например, я понимаю, что, допустим, опалихоу-3, это, скорее всего, уже максимальный прайс, и инвеста, наверное, здесь нет. Лесобережно, да, имеет инвест, но имеет больше рисков. И, например, если вы к нам обращаетесь, то мы вам как бы условно доходчиво объясняем, что здесь, например, можно купить, например, сдавать квартиру, получать такой доход. Лесобережно можно купить, но если вы подразумеваете рискованную стратегию, например, в офисе НДВ недвижимость, если вам скажут, что строят государство, все сладко, хорошо, и вы получите ключи свои в срок, и скоро заедете, и рядом еще детский садик построят, и школу будете кайфовать. Мы вам реально расскажем всю правду, возможно, мы некоторых людей расстроим, но лучше заранее знать, чем купить кота в мешке. Поэтому, если вам интересен подбор недвижимости, то пишите вот по этим контактам нам на сайте, и, соответственно, ссылка в описании на сайте Smart.com тоже есть. Обращайтесь к нам, для наших подписчиков всегда есть скидки, сделаем профессионально качественный подбор и сэкономим ваши деньги, потому что все наши клиенты говорят нам спасибо, и клиенты считают, что мы сэкономили их деньги и помогли правильно проинвестировать деньги. За моей спиной находятся фасады, которые планировал изготовить Urban Group, и в целом фонд справился с этой задачей, доделал дома, сохранив примерно те фасады, которые были на рендерах. Но соседние дома, они явно более экономны, то есть, как я понимаю, эти дома достраивал уже фонд, то есть практически с нуля, и для того, чтобы уложиться в бюджет, видимо, бюджет, который был в Урбане, или по ценам, по которым продавали, видимо, по заниженным ценам, конечно, продавал Urban, чтобы сделать огромное количество продаж, пришлось экономить на фасадах и сделать более дешевый проект. И, на мой взгляд, это прям реально экономно, то есть, комфортом не пахнет здесь никак. Поэтому я всегда рекомендую, если даже вы инвестируете в долгостро или в готовое жилье, обязательно приезжайте на локацию и посмотрите, как выглядит ваш дом или даже как строится ваш дом для того, чтобы понимать, стоит ли покупать или нет. Потому что явно квартира в этом доме будет дороже, чем квартира в этом доме. Несмотря на то, что, возможно, внутри они одинаковые, но фасады у них очень сильно отличаются. В ЖК Апальхау 3 еще не все дома достроили. Да, мы понимаем, что не достроена еще инфраструктура. На первых этажах практически нигде нету там кафе, парикмахерских, только исключений. Да и в целом здесь первые этажи, они больше жилого формата, чем под коммерцию. Осталось всего несколько домов, которые должны вести в этом году. Как раз они за моей спиной. И сейчас в них можно еще посмотреть предложение по переуступке для того, чтобы проинвестировать. Но, на мой взгляд, цена за 32 метра 5200, 5,5, то есть это там больше, чем 160 тысяч рублей за квадратный метр, на мой взгляд, уже завышена. То есть это финальная цена. Наверное, если вы рассматриваете себе дом, купить себе для того, чтобы жить как раз на западе Красногорска, то есть это все-таки не запад Москвы, Московская область, но с пешей доступностью от МЦД, потому что дом МЦД здесь, наверное, минут 5-6 как раз от этих домов, я бы рекомендовал рассмотреть. И я думаю, что школу и всю инфраструктуру достроят в ближайшие несколько лет. Но если говорить по поводу инвестиций, то я думаю, что, скорее всего, Палихоу-3 это уже тот объект, который уже сдали, ввели эксплуатацию, и в нем нет никаких рисков, опасностей, и люди спокойно здесь выбирают квартиры для себя. Поэтому инвеста, скорее всего, в этом проекте нет, но как минимум в этот проект стоит приехать, если вы рассматриваете урбан-проекты для себя, даже, возможно, в каких-то других регионах, для того, чтобы понять, что вас ожидает. Я думаю, все проекты будут одинаковые, все проекты примерно одинаково будут достраивать. Как мы видим, на последних домах застройщики экономят, и фасады у них уже не такие красивые и яркие, как в тех, которые обещал урбан. Наш обзор подошел к концу, и мы в этом обзоре, я надеюсь, ответили на вопросы, в какие проекты урбан, например, можно вкладывать, а в какие проекты, например, нет смысла вкладывать, или нет доходности, или мы не знаем вообще, когда мы получим ключи. Мы, единственное, не говорили еще про MIT NO2, но по факту это тоже уже готовый проект. Но я, например, не вижу в этом проекты точек роста, потому что он находится далеко от МКАДа, далеко находится от МЦД, и я думаю, наверное, его рассматривать под инвест тоже не имеет смысла. Единственный риск по проектам, которые мы видим, это сроки, потому что на самом деле даже договор ДДУ больше нас защищает по срокам, чем фонд защиты прав дольщев, как бы это банально или там странно не казалось бы. Мы видим, например, на примере Апалихи О3, что проекты достраивают, мы видим, что в них сохраняют там условно инфраструктуру, по задумке застройщика, и мы видим, что люди действительно получают ключи, и не так много квартир сейчас продается по уступке. Покупал ли бы я квартиру у недвижимости агентства НДВ «Недвижимость»? Наверное, нет. То есть туда бы я точно не залазил, не знаю, как минимум у меня не вызывает это доверие, хотя я, как и любой инвестор, там, любой человек могу ошибаться. Но то, что можно найти в некоторых проектах, квартирах «Инвест» – это 100%. Самое важное – приезжать, смотреть корпус, смотреть квартиры, смотреть, куда выходят окна, ну и понимать, что это заход в долгую, нужно ждать получения ключей, нужно ждать получения собственности, ну и инфраструктуры в этих домах в ближайшее время не будет. Я надеюсь, понравился вам обзор. Если вы планируете инвестировать, то все равно будьте осторожны. Это не самый простой подход для начинающих инвесторов. С вами был Зубик Виктор, канал «Смарт» про недвижимость. Подписывайтесь на канал, приходите к нам на стримы каждое воскресенье в 20.00, где я отвечаю на ваши вопросы в прямом эфире, где я разбираю любые кейсы по рынку недвижимости. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok